Насколько я могу судить, всей культурой в городе безосновательно совершенно управляет госпожа Литвинова. Это первый заместитель исполняющего обязанности председателя Дмитрия Константиновича Куделькина. Он на самом деле не решает ничего, ровным счетом. Это такая посаженная кукла, свадебный генерал, который не может принять ни решение, но решение в отношении меня он принял. Слава Богу, хоть одно решение он принял. А так руководит Литвинова, деятельность которой нацелена на уничтожение культуры. Это касается не только консерватории, хотя консерватория у нее очень трепетная, в кавычках, отношение. Ей вот здесь все почему-то не нравится. Она один раз здесь побывала и больше ее не было ни на концертах, ни на каких мероприятиях. То есть управлять культурой и не знать изнутри, что такое культура, это нонсенс. Это просто, знаете, это варварство, настоящее варварство. Это просто преступление против культуры города. Это касается не только консерватории, это касается библиотек. Это касается несчастных детских музыкальных школ и школ искусств, которые, я их понимаю, наверное, они не так свободны, может быть, в своих высказываниях и в своих претензиях к руководству культуры города. Это касается всех творческих коллективов, которые находятся вот здесь, на территории города. Основная ее задача – оптимизация. Что стоит за этой оптимизацией? Это вообще не проанализировано ровным счетом ничего. Реорганизация – это кромсание денег. Это вообще доведение людей до порогового уровня. Это унижение бесконечно. Она не умеет разговаривать с людьми вообще. Я вам честно могу сказать, что на все последние приглашения в комитет как руководителя я ходила вместе с депутатом Волгоградской городской думы, потому что туда было страшно идти. Просто страшно. Те унижения, которые испытывают люди в общении с ней, это просто выходит за пределы. Этот вопрос поднимался и со стороны нашего студенчества, когда она их унижала и оскорбляла. Поступали от них заявления на имя и администрации города, и Волгоградской городской думы, когда она их называла черепашками. И вообще просто очень уважительно относилась и к преподавателям, и к студентам. Когда ученый совет, она называет общественной организацией, совершенно не понимая, что такое ученый совет и в чем его функция и значение. В том, как она просто разговаривает со своими подчиненными, скажем так, это выходит просто за пределы всяческого представления об уровне чиновника.